Мы продолжаем. Итак, принципы еврейской этики. Мы говорили, самый главный первый принцип – это что? Люби Бога в человеке, которого он создал. Второй принцип – не умножай зла. Не умножать зла – значит что? На зло отвечать любовью, на проклятие благословениями. Я потом объясню, что такое зло. Давайте еще третий принцип сразу запишем. Принцип – это принцип уважения. Уважение личности другого. Мы должны уважать личность другого и его свободу, воле человека, так же, как Бог уважает. Дьявол, он не уважает личность человека, и он не уважает свободу этого человека. Правда? Принцип уважения очень хорошо сформулировал Гилель. Это, говорят, иудаизм на одной ноге. Слышали, может быть? Были два учителя – Шамай и Гилей. Шамай был архитектор, ходил с такой большой линейкой. И что он там, ученика в линейке, бил по рукам. И вот подходит к нему один такой провокатор и говорит, я хочу принять иудаизм, но ты меня должен научить всему иудаизму, пока я стою на одной ноге. Ну, Шамай схватился за линейкой, он начал на него кричать. Я, говорит, всю жизнь иудаизм учу, и еще не выучил его. Как ты такого от меня хочешь? А он посмеялся, посмеялся, подходит к Гилелю. Он говорит, хорошо, становись на одну ногу. Ну, выучить иудаизм, пока стоишь на одной ноге, да? Это несколько секунд. Не делай другому то, что тебе ненавистно. Все. А дальше остальное – все комментарии. А теперь иди и учись. Просто, да? Вот это очень хороший этический принцип Гиллере. Не делай другому то, что тебе ненавистно. И это принцип уважения, удержения к достоинству человека. Ну, вы знаете, я уже говорил, что этот принцип тоже в воздухе витал. И даже Конфуций об этом говорил. Да, только он добавлял, что нужно сделать. Это полезно тебе и выгодно для государства. Ну, как вы думаете, это активный или пассивный принцип? Это пассивный принцип, да? Да. Вы знаете, что ни одна война одними оборонительными мероприятиями не выигрывались, да? Если даже врага истощали оборонительными мероприятиями, все равно потом переходили в наступление. Как же переходить в наступление? Ишио сказал, что поступай. Мы будем говорить, да? Делай, поступай. Чем отличается поступок от простого дела? Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы что? Поступали с тобой. Итак, первый принцип – это любовь, любви Бога в человеке, которого он создал. Второй принцип – не умножай зла. Третий принцип – постругай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой. Это принцип уважения, достоинства личности. А теперь разберемся, что такое зло и откуда оно взялось. Как вы думаете, Бог сотворил зло? Некоторые говорят, если Бог добрый, почему в мире существует зло, да? Вы знаете, что Бог зла не творил. Бог сказал, да будет свет. Но где-нибудь сказано, что Бог сотворил тьму? Да, тьма была первоначальным состоянием материи. То есть, смотрите, Он отделил свет от тьмы, да? Но не сказано, Амавдиль отделил отделение Амавдиль. Это одна из молитв, Авдала называется. Это в субботу как раз отделение святого от будничного. То есть, Бог не создавал зла, Бог не создавал тьмы, да? Но Бог что? Отделил свет от тьмы. А кто же отделил добро от зла? Ну, наверное, первый, кто это сделал, был Сатан, да? А потом сделал тоже с человеком, да? Правда? То есть, что такое зло? Это недостаток добра. Тьма – это отсутствие света. Что такое холод? Это недостаток тепла, да? Недостаток тепла, вы знаете, законы термодинамики и так далее. То есть, Бог вот везде существует, да? Он вездесущий. Если мы скажем, что в аду нет Бога, это будет правильно или нет? Но ад, это мы, помните, говорили, это место просто отделения от Бога, да? То есть, когда-нибудь Бог весь мир и всех людей разделит тоже на место, где человек будет пребывать рядом с Богом, да? И место, где Бог есть, но его очень мало, да? Вот поэтому, я думаю, что в аду таки холодно и темно. А когда говорится об огне поедающем, это скорее говорится о таких огненных страданиях внутри человеческого духа. То есть, ад – место, где мало Бога. Инициатор добра и зла был Сатан. И причиной этого, помните, то, что Сатан имеет свободу воли, да? Причина этого – свобода воли. Причина того, что человек согрешает или будет праведником, что является? Свободный выбор, да? Бог говорит, я тебе дал одно и другое. Избери одно или избери другое. Правда? То есть, не будет Бог говорить, что вот так делает, почему Бог допустил. Почему Бог допустил, что погибло столько евреев во время войны? Почему Бог допустил вообще, чтобы в 20 веке такие вещи творились? Это самый был лучший из худших вариантов. То, что сделал Бог. Бог, если бы, допустим, Бог убил Гитлера, Сталин бы совершил бы вещи еще более хуже. Удивительно, что Бог вместо одного антихриста дал сразу двух антихристов. И они просто убили друг друга. Правда? Удивительно. Волки от испуга. Знаете, результат Второй мировой войны. Волки от испуга скушали друг друга. Волки от испуга скушали друг друга, а слониха вся дрожа, так и села на ежа. Волки, это, естественно, Гитлер и Сталин. Слониха, это Британская империя. И села она интимно своим местом на маленькое государство Икра. Вот это второй результат Второй мировой войны. Хорошо. Это я вам для разнообразия дал. То есть, выбор совершенно свободный. И вот еще помните, что когда искушал змей, он был аарум. Вот мы изучали это. Аарум, слово аарум означает хитрый и голый. Вот голый человек, он хитрый. Отсюда голь, но выдумку хитра. Это тоже еврейская мысль, вы понимаете. Значит, нахаш означает нашептывающий еще. Не только змей. А нашептывающий, колдующий означает. Обманщик тоже. Да. И, значит, он был аарум, голый. И человек, когда в конце, так сказать, действия, что оказался? Тоже голый. Видите? Он получил природу. Аарум был змей. И аарум стал человек. Он получил природу такую зла. Да. И вот, видите, произошло расщепление. А расщепление шиза или схизма, да? Шиза там, где шипящий в тех языках, в тех языках, где нет. Шипящие говорят схизма. Поэтому вот раскол церкви. Помните, схизматы были? И так далее, в истории. И получился, что человек заболел шизофренией. В чем проявляется эта шизофрения? Возьмите седьмая глава послания к кремлинам, да? Есть во мне нечто борящееся. Я хочу делать хорошее. А что получается? Как всегда, да? Хотели сделать хорошо, а получилось, как всегда. Делаю плохое. Вот стремлюсь я что-то делать, но чтобы сделать, оно не нахожу. То есть до конца добрые дела не довожу. А если делаю, то получается еще хуже, как если бы я не делал. Да? Почему? Потому что во мне какая-то порча происходит. И вы понимаете, что все шизофрения, да? Это френовская психика. Все люди, абсолютно все шизофреники. Я вам, как психиатр, заявляю, что нет ни одного анализа, ни одного теста, который может определить шизофреника от нормального человека. Чем и пользовался наша советская психиатрия в свое время. Тут вопрос не качественный, а количественный. Понимаете? Если мы уже видим, что поведение этого человека выходит за рамки обычных, да? Ну, думаем о психической болезни. Ну, мы все шизофреники, да. Одни сидим в психболезнике, другие ждут своей очереди. Правда, это важная, очень серьезная такая болезнь. Вот. И если хотите знать, вот некоторые говорят, ну, мы же верующие, мы уже исцелились от этой шизофрении. Ну, вопрос, а исцелились ли мы? Когда у нас часто возникают опять те же самые рецидивы. Хочу делать хорошее, а что получается? Да. А получается плохое. То есть, есть опять-таки исцеление, человек выпивает лекарства, но когда он делает это, что, он сразу исцеляется? Он должен еще помогать действию своего лекарства, да? Как врачи говорят, есть ты и болезнь. Если ты поможешь своей болезни, то ты что? Будешь болеть. Если ты поможешь врачу, то ты что? Выздоровеешь. Правда? То есть, в зависимости, это принцип синергии. Синергия. Гореческая син, совместно. Отсюда и синагога, кстати, дом совместного собрания. Итак, видите, есть дьявол, я и бог. С кем я, да? И есть грех, я и бог. С кем я? Принцип синергизма. Дьявол или грех, я и бог. Помните, такой был Буриданов осел? Который осел настолько был, что не знал, какую морковку скушать. И умер с голода, потому что ни туда, ни сюда не мог прийти. Ну, так вот некоторые верующие бывают. Правда? Их шатают то сюда, то туда. Если человек с дьяволом жив, и это говорят о делах, которые он делает, как? Дела плоти, да? Либо человек... Бог, Морг написал. Бог. Если человек с Богом, то это дела духа, да? Потому что он живет по духу. Это мы все видим. Я вам подробно рассказывать не буду. Время, начиная с седьмой по седьмую, восьмую главу можете прочесть, да? Синергия. Энергия, да? Эргос, действие. Син, совместное действие. Синергия. То есть, с кем я? С кем я? И видите, духовная война не прекращается. После того, как человек принимает ишево. Правда? Даже за общество бывает, эта духовная война, она что? Обостряется. Почему? Потому что вылечить болезнь, иногда нужно вызвать ее обострение. Ну вот, гонорея хроническая, например, да? Знаете, это венерическое заболевание, связано с поражением гонококом в мочевых путей. Да, половые мочевые пути. И если она вяло текущая, лечение никакое не помогает. Что делают? Заставляют человека выпить побольше пива. Происходит что? Провокация. Болезнь обостряется, да? И что при этом происходит? При этом тогда лечение антибиотики начинает действовать, да? Хроническую болезнь исцелить невозможно, но болезнь обостряется. И поэтому мы видим зачастую, что вот эта духовная война внутри человека, да? Она после того, как человек принимает Иешуа, она становится меньше? Наоборот, обостряется. Обостряется. И серьезно обостряется. И это мы реально видим. Видите, помните, мы говорили слово «милхама». Милхама – это война. «Мэ» – мы знаем это что? Да? Мы берем вот «милхама». Мы берем только согласные. «Мэ» – это образующая приставка. А какой корень? А – это окончание, да? «Милхама». Значит, «М» – это приставка. Корень «ЛХМ». «Лехем». То есть, оказывается, война, вы говорите, она за что идет? За хлеб. И не просто «за хлеб», а мы говорим «ле-хаем». «За жизнь», да? «Лехаем» – «жизни». «Лехаем» – «жизни». «Лехаем» – «жизни». И есть очень хорошая роминистическая трактовка. Кстати, вы знаете, что тот, кто Василий Иванович Петьку играл, да? Тот, что Петьку играл, он Юрий, артист. Вот, когда молодой Хасид Петька спрашивает у Ребя Васильевича. Ребя, говорит, тут люди воюют и жизни своей не щадят. Ну, за что же они, в конце концов, борются? За жизнь, Петька, за жизнь, говорит Ребя Васильевич, да? Каждому хорошей жизни хочется. А видите, еврейские слова, они имеют очень глубокий смысл. И «Милхама» – это не просто военно-духовная. Происходит, как вот мы начинаем некоторые верующие гонять бесов, да? Ну, я не буду сейчас говорить о духовной подоплеке этого. А духовная война не в том проявляется, что мы гоняем бесов. Не, когда надо, мы гоняем, это не проблема. Вы понимаете, бесам не нужно доказывать, что они побеждены. Они это прекрасно знают. Дьявол всю теологию лучше любого теолога знает. И я как убедился, изучая последнее время, что многие теологи напрямую писают свои выкладки под диктовку дьявола. Но главная война – это которая происходит внутри нас. Вот это главная «Милхама». Главная «Милхама». Вот запишите очень хорошее мне стихотворение. Там в одной книге я нашел. Я вам продиктую. «Бой с самим собой – есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Хорошо? Хотите записать? «Бой с самим собой – тире. Бой с самим собой. Бой с самим собой. Так, следующая строчка. Есть самый трудный бой. Бой с самим собой – тире. Есть самый трудный бой. Победа из побед – тире. Победа над собой. Победа из побед – тире. Следующая строчка. Победа над собой. Итак, бой с самим собой – есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. И отсюда мы теперь понимаем. Вот это, что когда ученики гоняли бесов, да, и пришли, и сказали. Вот бесы нам поведуются. Ну, для еще идущих, что поминуются. Ну, это не проблема. Вы в себя внутрь посмотрите. Главное, что вы записаны в книге жизни. А вы писать из книги жизни можно человека? А то некоторые динаминации христиан учат, что если человек покаялся, то уже все. Все грехи, прошлое, будущее полное, понимаете, индульгенция совершенно, бесплатно, все. Да? Слышали такое? Можно человек, может человек лечиться. Все в его воле. Видите, и вот еще такое очень интересное толкование. Я говорю, каждое библейское слово, каждое библейское притчо, каждый эпизод Библии имеет разные толкования. И многие толкования были. И они все являются правильными. Ну, вот я нашел очень интересное толкование, которое совершенно по-новому у меня открыло это место. Это Матфея, Евангелие от Матфея, 17 глава. Помните, с чего начинается? Нет, Евангелие от Матфея, 17 глава. Открывайте 17 главу. С чего начинается глава? Что взял Ишуа, Петра, Якова, Иоанна. Почему-то он не взял всех. Да? А только трех. Любимчика взял. А остальных вроде он как меньше любил. А остальные где остались? Он пошел на гору, а тебя подгороют. Ой, да подгороют, жинцы жнут. Знаете? Вот они сидят подгорою и думают, и чего же нам делать? Что же нам делать? Вот он пошел на гору, смотри, какие взял. Любимчика взял. А что же нам, бедным, делать? Ну, давайте будем бесу гонять. Вот и приходит к нему и приводит бесноватого. Я говорю, смотрите, это очень интересно. Значит, Ишуа спускается с горы, да? Вот. И когда он спускается с горы, 14 стих, когда они пришли к народу, только спустились с горы, пошли в город, да? Пришли к народу, то подошел к нему, к Ишуа, человек с жалобой. С жалобой на то, что они плохо лечат. И сказал, Господи, помилуй сына моего, ибо он на валуне беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечаю, сказал, О, род неверный и разращенный, доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас. Ну, дальше приведите его ко мне сюда. Значит, восклицание Ишуа, род неверный и разращенный, доколе я буду с вами, и доколе буду вас терпеть. Да? Сильное такое заявление. Кому он говорит это? Вот некоторые часто тактовали, что это вообще евреи, которые были неверующие, и что вот у отца не было достаточно веры, и так далее, да? Потому что он говорит, Господи, помоги, мы ему не верим. Оказывается, это он говорит своим ученикам. Если мы не будем опять-таки в еврейском контексте разбирать, мы не поймем этот смысл. Смотрите, дальше, что Ишуа сделал то, что нужно было сделать, так? А потом они спрашивают, почему же, говорит, ибо, значит, будете иметь веру с горчичное зерно, и укажете, Горесия, перейди оттуда сюда, она перейдет, ничего не будет невозможно для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Значит, о них не хватало веры. Ну, почему же у них этой веры не было? Значит, было какое-то место, в чем они дали место дьяволу. Они пытались знать беса из человека, да? Но в них самих было что-то, что дало место дьяволу, да? Именно поэтому они были названы родом неверным, каким-то лукавым и так далее, развращенным даже. Ну, Ишуа не стеснялся, когда нужно говорить. Ну, не знаю, за волосы он таскал своих учеников, но, может, кого-то и следовало потаскать. Я думаю, что если бы его больше таскал, было бы больше поста. Да. Ну, видите, ага, а как же пост будет? На еврейский. Да, а нит. Дело не просто в посте. Есть цом-пост, и есть еще слово та-анит. Та-анит – это смирение. Да, вот так. Ани – это смиренный. А так они – это будет я. Отличается я от смиренного одной буквы, да? Это очень интересно, вы видите. Вот смотрите, был человек в одеждах света. Бигдей Ор. Алиф. Стал в бигдей Ор в одеждах каких? Кожаных. Айн. Да? И здесь тоже, видите, разница Алиф и Айн. Алиф. То есть, ани, если я смиренный. И та-анит – это означает смирение. То есть, не просто пост, как отсутствие пищи, а что? Смирение. И так сей род изгоняется, если вы будете молиться, со смирением. Да, это комментарий мой. Но он подходит. Значит, они были не смиренные. А в чем же проявилась им не смиренность? Они завидовали вот тем трем ученикам, с которыми пошел Ишуа. И вот по этой причине он стал чем-то таким вот ужасным. За что и был повержен. И так, видите, гордость – это то, что роднит нас дьяволом. Значит, как? Смиритесь перед Богом. Есть такой очень хороший рецепт для решения всех духовных вопросов. И противостаньте дьяволу. Да? Помните, мы говорили, что противостоять дьяволу легче, чем гордому человеку. Да? Рассказывал вам такую еврейскую притчу. Требя говорит, а кому труднее противостоять – дьяволу или гордому человеку? Ну, значит, дьяволу легче противостоять. Для того, чтобы дьяволу противостать, надо просто смириться. Да? А чтобы противовстать гордому человеку, ой, смирения мало. Ты придешь к нему со смирением, а он скажет, ну, ты же не смирился, это все ты выдумал, да? То есть, как вот мама, идешь и мама, и арабский террорист. Террориста можно договориться, да? С идешь и мамой нельзя договориться. Вот это такой же принцип. Вот когда вы будете смиренно молиться, да? Ну, и пост молитва. Пост это тоже, это что? Это механизм. Механизм, один из многих механизмов смирения, да? Но если вы будете просто поститься, это ничего не дает. Потому что если мы увидим 50, если не ошибаюсь, какая там 6 глава писает, да? Да, 58, да. Там говорится, раздели с голодным хлеб свой, да? И тогда, а это уже этика, это уже дзадака, да? Оказывается, пост это тоже этика. Итак, мы видим, что все люди больны. И вот эту болезнь называют первородным грехом. Но это абсолютно неправильное понимание. Грех. Ецер готов. Ецер готов. И ецер гора. Тов, что значит? Хорошо, да? Тов. Видите, отсюда интересно вот такая параллель. Когда мы говорим слово «добро», да? Мы можем говорить «добро» о деньгах, а можем говорить «добро» – добрый человек, да? Вот, «добро». И когда мы говорим «тов», смотрите, «тов» – хорошо, да? А русское слово «товар» или «товарищ» – от этого же слова происходит, да? Видите? «Тов» – товарищ. И так далее. То есть, «тов» – хорошо, «добро». «Товар» – это тоже «добро». Итак, есть нечто хорошее и нечто плохое. Но плохое почему-то оказывается, что? Сильнее из-за первоначальной поврежденности человека. Итак, мы не будем говорить «грех», да? Мы говорим о поврежденности «Ецер готов» и «Ецер гора». И еще есть родовое повреждение. Родовое повреждение. Так можно сказать, первородное повреждение и родовое повреждение. Ну, некоторые говорят «родовое проклятие», но проклятие, а здесь, в данном случае, человек рождается в таком состоянии. Замечайте, что яблочко от яблочки недалеко падает, да? Если родители праведники, то у них дети часто становятся праведниками. Им не трудно стать праведниками. Да, потому что у них природа. Помните, буду благословлять, да? А тех, как, что буду? Некоторые говорят «судить» за грехи отцов. В действительности там слово «посещать». 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 Бог что? «Посещает». «Па-кад». «Покеда», говорит он таким людям. «Покеда». «Я вас посещу». Слово «покед», чиновник, и слово «пахан», и «пахат», бояться, это всё одно и того же корня. Да. То есть, Бог посещает. Почему? Потому что дети злых, они какие будут? Злые. Дети жадных, они какие будут? Жадные. Дети ленивых, какие будут? Ленивые. То есть, они унаследуют не просто всю греховную природу. Да? Мы унаследовали от Адама всю греховную природу, как большой мешок. Где все грехи есть. Нет тут ни одного греха, которого мы не получали бы от Адама. Да? Да. Но у кого-то, какого-то греха, конкретно, больше. Да? Вот. Вот это поврежденность. И сказано, что до третьего и четвертого колена. И если дети не соблюдают Тору, и внуки не соблюдают Тору, это увеличивается. Да? Это как принцип рецидивиста. Да? Рецидивист получает наказание за свои грехи какое? Большое. Да? Ну, если бы он исправился, то наказание Бог его что? Отменил. Потому что Бог на кэ у ло на кэ. Если мы будем изучать Рожешана, я постараюсь вам один-два дня выделить к этому. Это очень важно, чтобы мы не просто думали, что яблоки и так далее. Да? Тринадцать атрибутов божественного милосердия. Второй курс знает. Первый курс я еще напомню. Бог очищающий и неочищающий. Очищающий кого? Раскающийся. Да? Неочищающий кого? Не раскающийся. Хорошо. И это очень важно. И против этого, этой духовной болезни люди придумали много лекарств. Правда? Некоторые говорят, дети – цветы жизни. Вот их, как цветочки, нужно сажать в горшки. И то это слово – детский сад. Если мы воспитаем детей хорошими, то они будут хорошими. Вот как хорошо не воспитывали, они все равно плохие получаются. Да? Опять-таки, дети жадных, опять, получается, жадные, злыдные. И у них дети злыдные. Да? То есть, что-то надо делать с этой природой. Надо как-то радикально вещить. Вот если человек злой, ему что надо? Особенно обратить на это внимание, да? И делать добрые дела. Если человек жадный, ему что нужно делать? Ему надо всего себя лечить. Но нужно одновременно больше обратить внимание и что? Раздавать. Да? Жадный, значит, раздавая. И так далее. И было много паллиативных лекарств. И философии, и коммунизм пытались создать. Вы знаете, что коммунизм на принципах Торы? Да? Ну, известный равен до Мордехай Леви, которого мы знаем как Карл Маркс, занимался оккультной практикой и вызвал С чего он начинает свое учение? Призрак вродит по Европе. Призрак коммунизма. Знаете, чем Карл Маркс закончил? Он уже в старости впадал в маразм. Он рисовал пятиконечную звезду, пентаграмму обставлял свечками. У него на голове была какая-то повязка с каббалистическими знаками. И он там сидел. Вот тогда он так и начинал, так и закончил. Так что это чисто сатанинское учение коммунизма, да? Пытался он изменить человека? Ну, кодекс строителя коммунизма учили вы? А? Принципы хорошие? Все библейские принципы. Человек к человеку друг, товарищ, брат и так далее. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Кто не работает, тот не ест. Хорошие этические принципы, да? А получилось, наоборот, вместо того, чтобы колоски раздавать бедным, да? Заставляли собирать. Все с точностью, да наоборот. Получилось. Потому что никакое учение без Ишуа не дает. Это палеотив. Когда я служил в Николаевне учебке, слава Богу, я немного служил, но там был у нас фейшер. И приходит матрос, спрашивает, что у тебя болит? Да вот, говорит, доктор, голова болит и живот. Он берет, значит, таблетку аспирина, разломал. Это тебе от головы половину, а это тебе от живота. И вот все это палеотивы. Только единственная жертва Ишуа, Мессии, это радикальное лекарство, да? Но принимать его надо один раз. Всю жизнь нужно принимать, да? Вот как диабетику нужен постоянно инсулин. Всю жизнь принимай Ишуа и всю жизнь распинай свою плоть. До самой смерти, да? До самой смерти. То есть это радикальное лекарство, но это не одноразовое. Не одноразовое, да? И вот мы говорили уже о том, что подобное притягивается к подобному. Вот суд, который происходит, Господь производит суд, это не взвешивание на весах, как некоторые думают. Взвешивают добрые поступки, а на другую чашу ложат плохие поступки, да? Слышали такое мнение? В действительности, это совершенно ничего общего с этим не имеет. К тому, чему мы подобны, к тому и пойдем. Чем ближе у нас подобие, некоторых верующих, то же подобие к дьяволу бывает больше. К сожалению. Хотя они и верующие, они приняли Ишуа у своего сердца, сердца, как ни странно, да? Но как процесс, если бы человек сразу спасался и делался совершенным, знаете, покаялся на небо, покаялся на небо, так бы и летали бы в форточку из церкви. А в церкви никого, кроме пастора нет, но пастора Бог еще оставил, чтобы он проповедовал грешников. Да, такого мы не видим. Поэтому верующий может в ад попасть с такой же, как говорится, как и неверующий. Все зависит от него. Если мы будем подобны Ишуа, мы будем с ним, да? Если мы будем подобны Сатану, куда попадем? Да? Дети света и дети тьмы. Оказывается, когда и Иоанн, и Петр об этом все говорили, так они это видели в своей церкви. Еще в первом веке. И сейчас, вы думаете, церковь лучше стала? Хуже. Те, что были грешники той церкви, они ведут себя, наверное, как самые лучшие праведники нашей церкви. Веди себя. Люди хуже становятся. Никак не становятся лучше. И вот, видите, значит, Иисус – это просто тот, кто имеет какую-то природу, имеет света, он идет в свет. Имеет он тьму, что? Он идет в тьму. Помните, когда приходил Ишуа, и там был бесноватый, или два бесноватого, но про второго что-то молчат. Значит, и у него был легион бесов, да? Ну, много, короче, этих бесов было. И выскочил, он закричал, не мучь меня. А что, Ишуа, хоть что-то это бесом бил? То сам выскочил, побежал. Говорит, не мучь меня, да? Значит, одно присутствие Ишуа было для него мучительно. И потом бесы просили не отправлять их в ад. А куда отправили? Свиней, да? Свиней. Ну, так вот, видите, ущерб был свиноводческому хозяйству, был нанесен этого региона. Кстати, вы знаете, как свиней выращивают в Израиле? Выращивают. И евреи тоже едят свинину, что они не люди. Но сказано, что на земле есть закон, на земле Израиля свиней нельзя выращивать. Они делают по мост, и там тогда ставят, чтобы не на земле. Ну, всегда люди обходят определенные законы. Но тибетцы, даже будучи в свиньях, они не могли присутствия Божьей терпеть. И куда они бросаются? В море, да? И утонули. То есть, видите, я еще раз говорю, что то, что вот есть ад, это даже может быть и милость. По крайней мере, есть такая трактовка. Эти Божьи присутствия настолько страшно, что бесы убежали в преисподнюю. И мы можем сделать рай и ад в своем доме, в своей семье, в своей организации, в своей церкви. Запросто. Все зависит только от нас. Вот один из отцов церкви, это из православной литературы, сделал Исаак Сирин, говорил так. Мученые гиене поражаются бичом божественной любви. Удивительно. Мученые гиене поражаются бичом божественной любви. Ну, это комментарий. Вы понимаете, это как мидраж. Да, есть еврейские, христианские мидражи. Почему же? И как горько и жестоко это мучение любви. Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучения, вящие всякого приводящего страх мучения. Печаль, поражающая сердце, за грех против любви. Язвители всякого возможного наказания. Да? Но почему же из ада не переходят в рай? Да? Когда будет осуществлен суд, будет существовать ад и рай. И ад, это тоже есть проявление милости Божьей. Я не знаю, что такое ад, но, наверное, что-то как очень страшный, кошмарный сон, от которого нельзя проснуться. Правда? А может, еще хуже. Это не то, что там сидят, кого-то поджаривают и так далее. Дверь, она открыта. Просто люди из ада в рай сами не могут перейти. Потому что они не могут изменить свою натуру. Если уже на этом свете мы не изменили эту натуру, то что, Госпожа, потом? Оказывается, вот есть такое положение, это тоже комментарий, может каждый воспринимать по-своему, но, когда человек умирает, он как бы лишается вот этой свободной воли. То есть, он не лишается способности совершать поступки. Но как безвольный человек, говорят. Вот птичный пример. Безвольного человека это алкоголик. Да? Он совершенно честно признается, что с завтрашнего дня он начнет новую жизнь. Вот как только протрезвеет, так сразу и начнет. Правда? И что у него получается? Все то же самое, потому что он безвольный человек. Вот по этой причине, как алкоголик не может изменить свою природу, так умершие свою природу изменить не могут. Поэтому рай и ад будут существовать как? Вечно. Что такое вечность, мы поговорим, когда мы будем говорить о смерти. Один из отцов церкви, Иоанн Дамаскин, так писал, Бог и дьявол всегда предоставляет благо, но тот не хочет принять. Скажите, дьявол может покаяться и перейти в рай? То есть теоретически для него существует возможность, как теоретически у каждого гражданина Соединенных Штатов существует возможность стать президентом. Но практически у него этой природы нет. И что же мешает дьяволу? Если Бог, видите, Бог, я тоже только этим летом узнал, и для меня это был таким шоком. Ну, одно дело, когда теоретически понимаешь, а другое дело, когда это входит в твое сердце. Бог, он абсолютно праведный. Абсолютная праведность, да? Вот. Бог, он абсолютная любовь. А оказывается, Бог абсолютное смирение. Знаете, какого Бога абсолютное смирение? Он нас терпит на этой земле. Посмотрите у каждого из нас, да? Внутрь каждого из нас. Он нас терпит, у него абсолютное смирение. И вот качество Бога абсолютное смирение. И если было грех отделен от праведности, и смирение было отделено от гордости, у кого можно сказать абсолютная гордость? У дьявола, сатана, да? Если бы он принял Ишуа, но для этого ему что надо стать? Смиренным. Он это не может по определению. Мы пока на этом свете, мы что можем? Мы можем это сделать. Это величайшая для нас дар, вот эта возможность сделать это. Но дьявол никогда не сможет. И если человек попадает туда, может он изменить свою природу? Тоже уже не может, потому что его свободная воля уже становится нулевой. еще интересно, что такое разница между кротостью и смирением? Я тоже не знал, пока не размышлял, две недели назад мне в голове замкнуло, у меня сейчас короткое замыкание, короткое замыкание, знаете, у робота, вот у меня сейчас последний месяц постоянно замыкает на голове. Так вот, видите, кротость и смирение это вроде бы как бы синонимы, да? Но с другой стороны это совершенно разные вещи. Кроткий человек это что? Послушный человек, да? Который выполняет все, что ему говорят, и когда говорят о Моисее, он назван каким? Кратчайшим человеком, да? Но кротость это внешнее проявление смирения. Можете записать, да? Чем отличается кротость от смирения? Кротость это внешнее проявление смирения. Это опять-таки разница, мы говорим, этика, которые внешнее как нас поведение, да? И как внутренняя этика. Итак, кротость это внешнее проявление смирения. И сказано про Моисея, что он кратчайший человек. И в один раз жизнью он не проявил смирения. И кротость его полетела, да? Когда, помните, когда он два раза ударил и начал ругать Израиль и так далее. И поэтому Моисея назван кратчайшим, но не назван смиреннейшим. И только, видите, про одного единственного сказано, я кроток и смирен сердцем. Только Иешуа был абсолютно смиренным. И сейчас, конечно, есть, потому что есть Бог, есть абсолютное смирение. Когда я это понял, знаете, у меня, ну, я не знаю, что я делал. Я сначала начал плакать на колени, упал, потом я начал плясать, кричать, в общем, наверное, подумали, что я сошел с ума. Потом я успокоился и постарался это записать. Хорошо. Итак, видите, у Иешуа абсолютное смирение. Итак, наша задача вырабатывать характер Иешуа, и смирение. Помните, я вам говорил еще притчу о ракете? Когда ракету запускает космос, не считает один, два, три, четыре, пять, да? Ну, это из тех притчей, типа, почему мы можем научиться у поезда, у телефона и так далее. Ракета считает с десяти. И когда доходит до чего? До нуля, ракета взлетает вверх, да? Вот, когда наше смирение доходит до нуля, тогда Бог нас возносит в свое присутствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok